К нам присоединился гость из Северной Осетии, заместитель председателя Высшего Совета Осетин, представитель парламента Республики Юрий Зыкоев. Юрий Сулейманович, я вас приветствую. Добрый вечер. Здравствуйте, жители Архангельска. Юрий Сулейманович, знаю, что у вас в Северной Осетии, по данным Всероссийской переписи населения 2012 года, представители около 100 национальностей проживают. Такой вопрос... Совершенно верно. Дружно живете сегодня? Да, очень дружно мы живем. На Северную Осетию, даже в лихие 90-е, когда все искали какие-то, не знаю, национальные квартиры, что ли, все проживающие были, совершенно чувствовали себя нормально и жили в дружной семье. Ее всегда называли островком благополучия на Кавказе, вот именно Северную Осетию. К сожалению, у нас тоже не обошлись вот эти неприятные события и теракты, которые вы все, наверное, слышали. И это вот теракт, иначе ее не сравнишь, как с средневековой дикостью, то, что произошло с детьми Беслана. И природные катастрофы, вот этот сход колки, ледника колки. Так что нам пришлось ощутить на себя все прелести развала нашей страны. А я так думаю, что все это последствия и звенья одной цепи. Ну, сегодня, слава Богу, у нас все хорошо. У нас действуют культурно-национальные центры для всех национальных, вплоть, можно их назвать, до экзотических, таких как финские, польские. И все проводятся общие мероприятия, общие праздники. Все живут в согласии. И слава Богу. Как раз согласие, так называется и спортивный фонд, о котором вы, естественно, знаете. Наш Архангельский... А отношения с Архангельской областью, вот как бы вы охарактеризовали сегодня? Какие? Отношения с Архангельской областью, благодаря таким людям, как Жгилев Владислав Иванович, очень хорошие, можно сказать. Это подтверждение тому, что я сегодня присутствую здесь. И вот мы забыли про такие понятия, как народная дипломатия. Вот это истинная дипломатия. Это когда люди связывают, когда люди общаются и узнают друг друга лучше. Люди все от Бога. Национальности и культура у каждого, конечно, разная, есть специфика. Но мы в свое время, я как бы из тех времен советских, и мы друг у друга учились. Подсматривали что-то хорошее, и друг у друга учились. И мы искали то, что нас объединяет. И, в общем-то, не задумывались. Я учился в Москве, и будучи студентом, мы даже не знали, кто из нас какой национальности. Потому что нам неинтересно было. Мы смотрели, это хороший человек или плохой человек. К сожалению, всеобщего, не хочу плохие слова, не литературные, применять. Нам внедрили какой-то вирус, против которого у нас, наверное, не оказалось иммунитета. Когда мы начали искать в друг друге не то, что нас объединяет, а то, что нас различает. А вот такие люди, как Жгилев, по-моему, вот эти крупицы оставшиеся, которые у нас собирают в единое целое и связывают. У нас на Кавказе были традиции куначества. И кунаки, они из разных национальностей, из разных республик, тогда еще краев. И тогда не надо было никому ничего доказывать. Мужское слово, оно все доказывало. И чтобы не выполнить свое обещание или какое-то данное слово, это считалось позором. Эти люди становились нерукоподатными. К сожалению, эти традиции тоже утрачивают. И вот спасибо, что есть такие энтузиасты, которые действительно ничего для себя он не требует и не делает. Он по доброте своей и по зову своего сердца выполняет эту свою миссию и несет добро. А так, мало людей в Архангельской области. Но почему-то он впервые обратил свое внимание на Южную Осетию, когда дети нуждались в тепле. Вот он привозил эти футбольные команды. Мы проводили с ним турнир в Беслане. Именно в первой школе, в которой проводился этот турнир. Это злосчастная школа. Вот это выставка детского рисунка. И из Донбасса, и из Беслана, и из Южной Осетии проводили у нас во Дворце Пионеров. И надо было видеть глаза этих детей, которые ходили и смотрели на эти рисунки. И вот пришла такая мысль. Если бы все взрослые смотрели на мир глазами детей, то, наверное, меньше было бы войн на земле. Юрий Сулейманович, вот как раз вы сказали сейчас очень правильную, жизнеутверждающую фразу. Спасибо вам за ваше впечатление о нас, Архангелогородцах, о Владиславе Ивановиче. И разрешите также от лица северян вручить вам подарок. Непарадный Архангельский фотоальбом. Я надеюсь, уверен, что он вызовет у вас самые положительные и добрые эмоции. Наверняка многое из того, что вы увидели, здесь также будет. И с большим приветом в Северную Осетию. Спасибо большое. Для меня Север – это как бы не пустой звук, потому что я больше 20 лет сам проработал на Крайнем Севере в Якутии. Поэтому северяне, мне кажется, что это самый добрый народ. Насколько у нас климат суровый северный, настолько у нас на Севере. Я всегда говорю, у нас люди теплее. Поэтому спасибо большое. Я тоже приехал не с пустыми руками. Я привез за все его деяния, будем говорить так, Владислав Иванович, грамоту нашего парламента. Я думаю, что мы ему в соответствующей обстановке это вручим. Так что большое вам спасибо. Юрий Сулейманович, спасибо. Спасибо за дружбу. Ждем новых встреч. Спасибо.